Приветствую вас на канале StarLifeTV. В этом видео я расскажу о символизме и негативных программах будущего на творческом вечере Андрея Губина, фестиваля «Новая волна-2024». Перед началом видео напоминаю о возможности заказать платный разбор интересующего вас клипа, фильма или другого контента. Все подробности в закрепленном комментарии под этим роликом. С 22 по 27 августа 2024 года в концертном зале New Wave Hall на территории Олимпийского парка города Сочи проходил 20-й международный музыкальный фестиваль «Новая волна». Песенный конкурс был открыт творческим вечером Андрея Губина, который почти 20 лет не появлялся на сцене. Артисты отечественной эстрады исполнили знаменитые песни Губина и поздравили его с 50-летним юбилеем. Как и следовало ожидать, мероприятие не обошлось без использования известной символики. Многие номера выглядели по-настоящему жутко, а сам концерт мог представлять собой программу на негативные события будущего. Эстрадный поп-музыкант Андрей Губин был на пике популярности в конце 90-х, начале 2000-х. Тогда артист собирал стадионы поклонников, а его песни звучали из каждого магнитофона. Согласно общеизвестной версии, которую поддерживает и сам Андрей, популярным он стал благодаря своей настойчивости. Губин исполнял свои песни под гитару у проходной центрального телевидения, где его и заметили. С того момента карьера Губина стремительно пошла в гору. Нет сомнений в том, что Андрей был действительно талантливым. Однако одного этого факта совершенно недостаточно для того, чтобы стать частью шоу-бизнеса. Скорее всего, как и всем остальным знаменитостям, молодому парню была предложена сделка с темными силами, на которую он в силу возраста и желании заниматься любимым делом согласился. Обо всем этом свидетельствуют ранние клипы Губина, которые содержали немало символики и иллюминатов. В 2005 году Андрей резко ушел со сцены. Причиной тому послужили проблемы со здоровьем, не подающиеся лечению. Губин испытывает постоянные боли, которые изводят его и сводят с ума. Официальная версия объясняет все это переутомлением и нервным перенапряжением, свойственным для работы любого артиста. По факту же случившееся с Андреем может быть следствием его отказа от выполнения условий сделки, заключенной им ради популярности и славы. Намеки на это не раз проскальзывали в интервью артиста. Губин говорил, что его пытаются продавить и сломать, но он мужественно терпит боль и не подается на манипуляции. С момента ухода со сцены Андрей практически не общается с прессой и избегает публичности. В связи с этим его появление на фестивале «Новая волна» вызывает массу вопросов. Представители известного культа никогда бы не стали вспоминать о давно забытом, пусть и очень талантливом артисте без веской причины. Губина же не просто пригласили на концерт, но и сделали хозяином вечера, посвятив ему целую программу. Все это может говорить о том, что певец все-таки не устоял перед искушением темных сил и согласился возобновить контракт. Во время творческого вечера на это неоднократно намекали ведущие и знаменитости, исполнявшие песни Губина. В частности, Александр Рева в завершении концерта сказал следующую фразу. Спасибо Игорю Крутому за то, что собрал Андрея Губина. Аплодисменты, это с дорогого стоит! Все аплодисменты! Мы ждали этого много лет! Данные слова могут намекать на то, что представители шоу-бизнеса долгое время ждали, когда же Андрей согласится на предложенные условия и вступит в их культ. Сами знаменитости, исполнявшие песни Губина, рассыпались комплиментами в адрес артиста. Филипп Киркоров даже встал перед ним на колено, передавая врученные ему цветы. Помимо прочего, все певцы поздравляли Андрея с днем рождения, хотя этот праздник он отметил еще 30 апреля. С днем рождения тебя, дорогой! С юбилеем! Данный факт также может иметь символическое значение. Губина, а точнее демона, овладевшего его телом, могли поздравлять со вторым рождением, то есть воплощением в материальном мире. Сам Андрей пришел на творческий вечер в свою честь в белой кофте с изображением одного глаза, символа всевидящего ока. Выглядел певец заметно лучше, чем годом ранее на интервью Андрея Малахова. Все это также может указывать на то, что артист не выдержал давления и согласился работать на систему. Окончательно сделать вывод об этом можно будет в том случае, если в ближайшее время Губин начнет заметно чаще появляться на публике или даже вернется на сцену. Что касается самого концерта в честь Андрея, на фестивале «Новая волна» он был переполнен символизмом. Зрителям мероприятия предложили окунуться в атмосферу 90-х, ведь именно в то время Губин был на пике популярности. На протяжении всего вечера ведущие с ностальгией вспоминали период перестройки и отпускали соответствующие шутки. Для многих 90-е ассоциируется с беззаботным детством и юностью. По факту же это был один из самых тяжелых этапов в истории нашей страны, связанный с разрухой и разгулом преступности. Вполне возможно, что через попытку вызвать ностальгию по этим временам представители элит стремятся притянуть в нашу реальность соответствующий сценарий будущего. Первым на сцену творческого вечера Губина вышел Филипп Киркоров. Он предстал перед публикой в образе Пушкина. Однако певец также вызывал ассоциации с Воландом из «Мастера и Маргариты», являющимся воплощением сатаны. В частности, в глаза бросалась трость самопровозглашенного короля эстрады с рукояткой в виде головы льва. Такую же трость, но с головой пуделя всегда носил с собой Воланд. Кроме того, в конце номера Киркоров жег рукопись, что вновь отсылает к роману Булгакова. Получается, что первым поприветствовать Губина на фестивале «Новая волна-2024» вышел сам дьявол. Он преклонил перед Андреем колено, словно поприветствовав его в своей свите. На руках Киркорова были надеты белые перчатки, являющиеся символом недавнего посвящения в масоны. Также на его пальцах можно было заметить масонские перстни. Отдельного внимания заслуживает фон за спиной Филиппа. Там можно было увидеть массивные люстры, которые, как источник искусственного света, являются символом Люцифера. В финале выступления Киркоров продемонстрировал масонский жест верности. Когда самопровозглашенный король начал произносить свою речь, свет на его лицо падал таким образом, что один глаз оставался в тени. Тем самым, подчеркивался символизм всевидящего ока. На следующие два номера сцена новой волны превратилась в настоящий ад. Сначала вспышки огней взмывали вверх во время выступления Сергея Лазарева. Затем на сцену вышел Григорий Лепс. На экране за его спиной горело пламя, периодически сменяющееся на изображение нашей галактики. Все это могло программировать на уничтожение Вселенной. Сам Лепс во всем черном и красных очках на фоне огня вызывал ассоциации с хозяином преисподней. Далее на сцену новой волны вышла Люся Чеботина. Во время выступления она складывала руки врага дьявола, а также использовала образы, дающие отсылку к богине разрушения Кали. Еще один символичный номер был представлен Сергеем Лазаревым и группой Артик и Асти. Артисты появились на сцене внутри черных кубов, дающих отсылку к культу Сатурна, связанному с поклонением дьяволу. Сергей был одет во все черное, а Севиль предстала в образе так называемой Красной Королевы, стоящей во главе общества иллюминатов. Кубы можно было увидеть и на экране за спинами артистов. Во время исполнения песни Севиль периодически складывала пальцы в жест рога дьявола. Весьма символичный номер представила Мия Бойко. В начале ее выступления на экране были показаны игровые джойстики. В конце же за спиной артистки появилась надпись «Игра окончена». С учетом того, что нашу жизнь часто сравнивают с игрой, подобная фраза может намекать на скорый конец света. Закрывал концерт, посвященный Губину Александр Рева. Он пел в компании девушки в красном, образ которой дает отсылку Красной Королеве. Также в группе подтанцовки присутствовали девушки в красных перчатках, что вызывало ассоциации с руками, испачканными в крови. Сам певец активно демонстрировал известные жесты. Закончился творческий вечер Губина песней «Мальчик-бродяга», которую исполнили все принимающие участие в концерте представители шоу-бизнеса. Сам Андрей в этот день на сцену так и не вышел. В целом же его появление на фестивале «Новая волна-2024» наводит на мысли о том, что после долгих лет сопротивления системе Губин все-таки сдался и примкнул к своим давним коллегам по сцене. Спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки!